В Великом Новгороде сегодня был дан старт большому патриотическому мероприятию по ходу Дорогой Героев, посвященному памяти всех советских солдат, воевавших на Новгородской земле и пожертвовавших своими жизнями в боях с врагом. И вот пришло ужасное известие, что Черемнов геройский пал в бою, что спас друзей, рискуя жизнью он и защищая родину свою. Перед началом похода на месте, где в январе 1942 года советские разведчики Александр Красилов, Иван Герасименко и Леонтий Черемнов совершили свой подвиг, состоялся митинг. Поход Дорогой Героев рассчитан на пять дней. За это время его участники, передвигаясь по рекам Волхов и Малый Волховец, посетят места сражений в Великом Новгороде, Новгородском и Чудовском районах. Мы назвали его водным походом, хотя, конечно, оно имеет значительно больше задач. Это и поисково-разведывательная, это мемориальная работа, это воспитательная большая работа. Мы пройдем дорогами Волховского фронта по тем местам, где не только шли бои, но и где были совершены вообще необыкновенные по своему масштабу подвиги в годы Великой Отечественной войны. В водном походе примут участие около 40 человек из Новгородской области, Сыктывкара, Вологды и Томска. По пути участники будут заниматься поисковой работой, проводить митинги, возлагать венки на воинских захоронениях, устанавливать памятные стенды героям Советского Союза. Идея, безусловно, хорошая. В этом году этот поход будет первый раз. Он пройдет по местам героев, героев Советского Союза, которые совершили подвиги на новгородской земле. Безусловно, молодое поколение должно знать своих героев. Вот, слава богу, мы живем 80 лет под мирным небом. И чтобы никогда войны больше не случилось. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши взнуки не знали, что такое война. Готовы? Этот военно-исторический и мемориальный маршрут – часть проекта «Дорогами памяти и поиска остановленный Блицкрик», реализуемый на средства из фонда президентских грантов.